Доброе утро, дорогие друзья! Я приветствую вас из Новороссийска. Мы с вами одна церковь разных регионов. И сегодня на духовном завтраке давайте посмотрим один текст. Это Псалом 88, и я прочитаю 16, 17, 18 стих. Сначала в синодальном переводе. Блажен народ, знающий трудный зов, они ходят во свете лица твоего, Господи, а имени твоем радуются весь день, и правдой твоей возносятся. Ибо ты украшение силы их и благововением с твоим возвышается рог наш. Аминь. И я хочу прочитать еще современный перевод, здесь более четко и понятно. Те счастливы, кто верно Богу служат, так как они в свете доброты твоей живут. Они радуются имени Бога, все дни и благость твою восхваляют, поскольку ты им чудесную силу даруешь, ты источник силы их. Давайте скажем аминь. Очень хорошие здесь и важные такие слова, говорит нам псаломопевец, для того, чтобы мы с вами как верующие люди были счастливы. И что же приносит, приносит нам счастье? На самом деле счастье приносят многие вещи, многие моменты в нашей жизни, но здесь он говорит о какой-то особенном, какой-то особенной, что ли, категории людей, которые счастливы именно в Боге. Именно в Боге. И он здесь говорит, блажен народ или счастлив тот народ, который знает трудный год, трудный зов. Современный перевод говорит, блажен народ или счастлив тот человек, который верно служит Богу. Друзья, я думаю, что вот служить Богу и служить ему верно, это приносит большую, большую радость, большое счастье для верующего человека, понимать и делать то, что Бог от него хочет. Далее он говорит о том, что они радуются. То есть, когда ты верно служишь Богу, ты и радуешься, потому что Бог дает тебе эту радость, ты радуешься и восхваляешь Божью благость, потому что Бог заботится, Бог помогает, Бог всегда рядом. И последняя мысль это то, что Бог у тех людей, которые верно служат Богу, которые счастливы, которые слышат трудный зов, источником силы таких людей является именно Бог. И с этой мыслью я благословляю вас в этот день, чтобы вы были счастливы, служили Богу, исполнились вот этой высшей формой счастья, блаженством в служении нашему Господу, чтобы радовались и восхваляли Его имя, и чтобы всегда источником ваших сил являлся Господь Иисус Христос. Всем хорошего дня. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok